Всем привет, с вами Евгений Сульма, компания Автоназаказ. И за моей спиной находится Ауди А8, которую я приобрел на Копарке как утопленник. И в этом видео хотел показать вам, как я ее восстанавливал. Чувствую влажный этот вот провод, но это датчики. Раскрыть истинную причину, почему же ее списали на Копарке как утопленник. Не знаю, если тут какие-то следы мы обнаружим. Покажу, во сколько же обошелся мне этот автомобиль, чтобы его полностью восстановить до того состояния, в котором он сейчас есть. 565, по-моему, сказали мне. Ну и поговорим на главную тему, выгодно ли такой автомобиль привезти в Украину. Для тех, кто следит за моими роликами, я уже показывал, как я ездил в Сан-Франциско и сам пригнал его из аукциона Копарке. Если вы не смотрели это видео, переходите по баннеру, вот здесь ссылочка будет в углу, заходите, классное видео. Ну а краткое предусловие, я пригнал его сам, проехал 430 миль, что где-то в переводе 650 километров. Сан-Франциско, Лос-Анджелес. Просто его воскресил, эту красавицу, теперь автомобиль ездит. Почему я принял такое решение поехать забирать его сам? То есть он числился как run and drive, но был утопленник. Да, он типа его списали как salvage vehicle, war of load, war of load damage. На самом деле мы осмотрели автомобиль, посмотрели его в первую очередь по фотографиям, потом заказали инспектора 35 долларов, на который представляет сам Копарт. Там чувак пришел, поснимал двухминутное видео, как автомобиль заводится, поснимал салон, показал доску приборов, никаких ошибок не было. Как мы знаем, на Ауди очень трудно скрыть, очень умный компьютер, который покажет любую ошибку, какие-то лампочки бы горели. Но ничего не горело, если бы это только был не перекуп, который мог это все постирать, но мы пробили автомобиль по нашим инструментам, как мы обычно для наших клиентов пробиваем, и поняли, что это продает страховая компания, то есть они бы такой ерундой не занимались. С этого было сделано такое предположение, что автомобиль был притоплен просто дождевой водой, забыли либо закрыть люк, либо забыли закрыть окна. И поэтому хозяин отсудил автомобиль у страховой компании. Что касаемо опций в этом автомобиле. У нас автомобиль оснащен 4,2 литра, 375 лошадиных сил мотором, квадро-система для Ауди, все восьмерки идут с полным приводом. Это короткая версия, Аудио 8 Бейс называется здесь в Америке. У нее по опциям, в принципе, все навороты, кроме адаптивного круиз-контроля и blind assist, lane assist, менять полосы, да, типа нет у этого компьютера. Все остальное, массажное кресло с обдувом, с обогревом, есть босс-акустика, есть доводчики дверей, комфортный пакет здесь стоит. Здесь стоит спорт-пакет, 20-дюймовые колеса, спортивный дифференциал. Стоит у нас выхлопная система, какая-то кастомная, типа Акроповича. Стоят кастомные черные диски. Также стоит автоматическое открывание багажника, можно открывать его ногой. Там помахал под бампером, он открывается. Из дополнительных опций еще стоит, там, 1200, по-моему, дополнительный пакет кожи, отделка кожи, там, подлокотников, всего. И Nappa Leather, ромбиками прошитое сидение, спортивное. То есть он довольно-таки упакованный, практически 94 тысячи долларов стоит автомобиль. Я прикреплю стикер, здесь можете посмотреть все опции, что находится в этом автомобиле. И если хотите, давайте проголосуйте. Если вы хотите, я могу записать отдельное видео, полностью, полноценный тест-драйв, обзор этого автомобиля. Итак, что было сделано в этом автомобиле в первую очередь? Даже, несмотря на то, что это утопленник, не утопленник, даже если вы просто после кого-то покупаете автомобиль, первым делом я сразу поменял масло. Автомобиль это делаю как для себя. Ауди я всегда любил, я большой фанат Ауди. Как бы, надеюсь, автомобиль, не знаю, сколько он у меня продержится. Автомобили в последнее время, что-то я начал менять часто. Но, как бы, бывает, когда начинаешь автомобиль делать сам, к нему прилипаешь. И, ну, ситуация может затянуться. То есть, сразу же сюда залил оригинальное масло Кастрол. Все выдерживаю по спек. Поехал на сервис, нашел сервис. Все запчасти покупал сам, но сервис у нас вот рядом есть. Чувак мне все это сделал. То есть, я купил Кастрол, две баклажки. Затем поменял свечи, поменял два воздушных фильтра и воздушный фильтр в кабине. Все покупал оригинал. Опять же, если покупать оригинал, конечно, выходит дороговато. Да, но, в принципе, как мне объясняют, что, в принципе, фильтра это обычные бумажки. Можно менять их и дешевые автомаркетные ставить, которые стоят в три раза дешевле. То есть, если так, каждый фильтр я даже на скидках покупал, он выходит по 40 баксов каждый. То есть, представьте, три фильтра это уже 120 долларов. И замена маслом не обошлась в 100 баксов. Это с моими материалами. Но это все равно ничего. По сравнению, если поехать на дилерскую, на аудиофициалов, поменять масло, у них стоит 200 долларов. То есть, все в два раза дороже. Ну и давайте насладимся красивым биролом, как происходила замена фильтров и свечей. Субтитры сделал DimaTorzok Ах, с моей бреночкой! Ну и вы... Круто видео, да, было? Ну вы, наверное, скажете, ну ладно, там ты поменял масло. Зачем ты менял свечи? Дело в том, что по регламенту, по расписанию свечи должны в ауди меняться в 50 тысяч. Хорошо, что служба такая, как Carfax. Мы пробили Carfax на автомобиль. И там показывало весь отслуживание этого автомобиля. И свечей я там не видел. То есть, хозяин не поменял свечи. То есть, при замене свечей, правда, что оказалось? Когда выкрутили свечи... Я выкрутил свечи. Свечи, и они были реально в классном состоянии. То есть, чувак, наверное, лил классный бензин. И, в принципе, я думаю, что те свечи еще бы ходили. Но их все равно, на всякий случай, ауди меняет по расписанию. Так как, ну мало ли там, чтобы не сломалась одна свеча, потом другая свеча. Вы как бы поменяли все. И все. Сервис дан. 50 тысяч. То есть, до следующих до 100 тысяч у вас будет нормально запасить эти свечи. Следующим по списку было восстановление салона. И хороший совет, когда вы покупаете утопленник. То есть, это реально нужно разобрать весь автомобиль. Потратьте больше времени. Снимайте дверные карты. Снимайте весь ковер, все сидения. Все это нужно проветрить, выветрить, обработать. То есть, автомобиль я вычистил, он как новый. Он такой стерильный. Никакие коронавирусы ему не страшны теперь. Вот я вытащил задние коврики. Коврик подсвел. Вода была вот с этой стороны. С пассажирской стороны. С этой стороны воды практически не было. Там вообще я минимум нашел. Но, как видите, коврик все равно подсвел. Потому что я обнаружил, было пролито кофе. И из-за кофе, то есть, это хозяин просто был каким-то вообще... Вот даже видим здесь потеки кофе сюда. Вот оно потекло, натекло вот сюда. И тут все зацвело. И он так ездил. Это вообще, блин, кошмар. Американские вот такие вот чуваки. Так, что у нас с этой стороны еще коврик. Тоже, опять же, с пассажирской стороны. Здесь вот ничего с ним не потекло. Тут видно потек кофе. И вот мы видим, сколько воды. Обратите внимание, Витя, совсем чуть-чуть по низу воды было. Сейчас мы это все вымыем, вычистим. И у нас будет новый автомобиль. Хочу обратить ваше внимание. Смотрите, как у Audi сделано прикольно. Что даже если вода у вас попадет. Ну, это приличный уровень воды. Но все эти вот high voltage высоко... Я не могу затруднять сказать. В общем, вы поняли. Провода с большим потоком. Смотрите, как они в какой закрытой. Waterproof. С водонепроницаемым чехлом таким. Что даже если что-то произойдет, машина не замкнет. Все остальные провода тоже идут, в принципе, высоко. И единственное, что у нас, вот, чувствую, влажно. Вот этот вот провод. Но это датчики, как мы видим, это идут вентиляционные шахты. И там просто, видать, стоят датчики температуры. Но они ни на что не влияют. Опять же, ничего не замкнуло. Я еще задним климат-контролем не пользовался. Сюда ехал, пользовался массажером. Пользовался обдувом сидений. Оба сидения, пассажирская и водительская, работают. Мультимедиа работает. Вообще ничего не показывает, что там что-то сломано на машине. Машина ехала отлично. Вот я вытащил сидение. Это я просыпал. Купил специальные чистящие средства. Вчера насмотрелся уже куча видео в YouTube. Как это все вычистить, чтобы убить грибок на ковриках. Все остальное. Ну, вот, видим тоже от влаги. Так оно, типа, поржавело. Ну, то я сейчас щеточкой металлической все это счищу. Соберем обратно. И будет отличный автомобиль. В багажнике вообще воды не было. Здесь вообще все новое абсолютно. Запаска, ну, ставилась, видимо, один раз или два. Но она абсолютно тоже новая. Все тут вытащил. Посмотреть была ли либо вода. Проверил. Все чисто, сухо. Все чики-бомбони. Если с вами посмотрим, передние колодки, ну, почти новые. То есть, их недавно совсем заменили. Резина, конечно, у нас, наверное, процентов 50-40. Задние колодки, видим, тоже новые. Колеса у нас 20-е. 255, 35 на 20. Также, пока весь салон был разобран на чистку, было удобно прокладывать провода, я установил в этот автомобиль Apple CarPlay. Как вы знаете, это транслирует с вашего телефона все аппликейсы. Будет ли это Android, либо Apple, все передается на экран. Можно управлять с джойстика ММА. Пришли в машину, ваш телефон автоматически подсоединился к машине. И дальше вы уже управляете. Очень удобно. Играет музыка по Wi-Fi, радио, интернет-радио. Можно смотреть все, что угодно. Видео in motion. Можно смотреть видосики, закачивать на флеш-карточку, подсоединять. Классная фишка. Цена ее стоит 600 баксов, плюс установка. То есть, если где-то вы на стороне устанавливали, это обошлось бы вам тысячу долларов. Я установил этот автомобиль, все сделал сам. И езжу теперь балдею. Автомобиль стал более современный. Так как вы знаете, CarPlay только появился. С 16-го года он был проводной. И затем уже в более современных автомобилях в 18-19-м году он стал беспроводной. То есть, в этом автомобиле 12-го года уже стоит Apple CarPlay. Автомобиль чувствуется гораздо моложе. То есть, эти все навроченные фишки. Массаж сидений. Вы пришли, телефон подсоединился, включили классическую музычку, едете и балдеете. То есть, CarPlay в этом автомобиле уже есть. Итак, салон я вычистил. Все высушил, вычистил, собрал. Все было нормально, ничего не предвещало беды. Играет CarPlay, все класс. Через неделю опять начались дожди. И обнаружил, что с лобового стекла течет вода. Позвонил стекольщикам, которые устанавливают стекла в автомобиле. Они говорят, тогда мы знаем про эту проблему. Привози автомобиль, мы посмотрим. В общем, я направился к ним. Смотрим дальше. Ууу, бебика поехала. Привез своего бебика тоже на проклейку стекла. То, что вот стоило доказать, пошли дожди. Я-то думал, она начала течь из-за того, что, ну, как бы на Копард ее дали. Из-за того, что она протекла через Санрус. Может быть, забыли закрыть люк, либо окна. Но я, когда все вычистил в автомобиле, не мог найти даже, откуда она могла течь, пока не пошли опять дожди. И вот, что я обнаружил. Вот, если обратите внимание на стекло лобовое. Вот, ближе возьму. Оно просто играет. То есть, вот здесь вот, в этом силе треснуло, видать, силикон там или что. В общем, сейчас нужно будет вытащить лобовое стекло. Заново. Ребятам, не реклама. Просто хотел показать. Вот такие вот выездные машинки ездят, со стеклами меняют. Прям приезжают на работу, где бы вы ни находились. К вам домой, к вам в офис. Сделают, чтобы вы даже не напрягались. Ну что, такой вердикт. Оказывается, это такая частая ситуация со старыми машинами. Когда здесь вот именно вверху отстает стекло от кузова. Короче, все, оказывается, не знают, кроме меня. Ну, не было такой старой Audi. Сказали, что можно вытащить стекло, намазать новым силиконом и установить стекло. Но шансы, что оно разобьется, 95% при том, как его будут вынимать. Поэтому они сейчас заказывают новое стекло, чтобы был бэкап. На случай, если оно сломается, сразу же установить новое стекло. Опция номер один. Если все пройдет нормально, оно не сломается, где-то будет 225 долларов. То, что я надеюсь очень хорошо на это. И опция вторая. Если оно сломается и придется устанавливать новое стекло, 565, по-моему, сказали. С учетом того, что эту машину, за сколько я купил, если поменять стекло, даже учитывая 600 долларов, у вас чисто новая целая Audi A8. Так что я как бы счастлив в любом случае. Просто ради такой вот фигни списали машину. Скорее всего, что это сделали через адвокатов. Или, может быть, даже страховая не заморачивалась искать. Может, так же самое, как и я. Палили водой. Нигде не обнаружили. Сначала они делали такой детальный досмотр, чтобы узнать, из-за чего же был настоящий потоп воды. Ну что, сегодня попытка номер два. Приехал. Сейчас ребята пытаются вытащить стекло. Как говорили, что может быть оно сломаться, может не сломаться. В общем, держим пальцы крестом. Надеемся, что стекло не сломается, чтобы просто переклеить старое оригинальное стекло. Ну что, вот так вот выглядит Audi без стекла. На самом деле, где оно протекало, вот именно только вот эта вот часть стекла. Как раз то, что обнаружили на самом стекле, было видно, что отстал силикон. Вот стекало отсюда и потекло вон туда. Сохранили стекло, слава богу, повезло, ничего не разбилось. Еще оказалось, что у меня на переднем стекле наклеена пленка жарозащитная. То есть, есть такая керамическая пленка, которая не пропускает не только сон. То есть, она прозрачная пленка, но не пропускает жару в салон. То есть, вообще офигенно. То есть, хозяин этой машины до этого инвестировал деньги вот в эту вот бронь. Тут забронировано. Здесь часть пленки заклеена. Вот такие пироги. Круто. Ну что, операция лобовое стекло прошла успешно. Стекло они не разбили, как они могли предполагать. Все нормально. Поменяли за 210 долларов. Я уж выдохнул. То есть, вообще за 210 долларов я починил этот автомобиль, который был списан как War of Lot. War of Lot чисто за того, что протекало стекло. 210 долларов. Машину списали. Audi A8. Я теперь даже могу поехать в DMV и переделать Salvage Title, наверное. Мне сейчас подсказали, что, возможно, я могу это переделать. И будет у меня с чистым тайтлом автомобиль. После того, как я вам покажу все доказательства, что этот автомобиль починил. В общем, со стеклом просто повезло. Отделался легким испугом и 200 долларами. Теперь все починено. Я уверен, что никаких протеканий нет. Уже шли огромные дожди. Тут заливало так, что я специально выгнал, оставил автомобиль на целый день под дождем. В салоне ни капельки. То есть, аллилуйя, автомобиль просто починен. И я знаю, что никакого War of Lot в автомобиле нет. Один из главных вопросов, которые мне задают. Безопасно ли покупать утопленники или все-таки стоит обходить их стороной? Случаи индивидуальные. Как видите, с этим автомобилем мне повезло. Но, опять же, тут на везение лучше не надеяться. Лучше всегда заказывать инспектора. Если вам автомобиль очень нравится и, в принципе, по фотографиям вы понимаете, что все выглядит как бы окей. Можно заказать, если, например, это Копарт, можно заказать 35-долларовый осмотр автомобиля. Если этого недостаточно, потом еще послать инспектора. Но в любом случае нужно заказывать инспекцию. В процессе создания этого видео у меня родилась идея разыграть этот автомобиль среди своих подписчиков. То есть, все, что вам нужно будет сделать, это подписаться на мой канал и нажать колокольчик под этим видео, чтобы быть в курсе дальнейших выпусков. То есть, я вам даю шанс. У меня мечта моя сбылась, поиметь такой автомобиль. И хочу, чтобы у вас такой шанс и мечта появилась, возможно, она осуществится. То есть, правила простые. Мой канал должен набрать миллион подписчиков. Когда это произойдет, я проведу под каким-то из видео розыгрыш и с комментариев рандомно выберу счастливого обладателя этого автомобиля. То есть, подумайте сами. Это такой шанс, он как бы, я даю вам абсолютно бесплатно. Так как даже если вы идете покупать какую-то лотерею, вы платите какие-то там определенные деньги в надежде выиграете или не выиграете. Здесь абсолютно этот шанс бесплатный. Просто то, что вам нужно сделать, это нажать кнопочку подписаться и колокольчик. За автомобилем я обещаю смотреть как за своим. И уже видите, я в него реально вкладываю деньги. Плюс, как бы, во всех своих видео я буду о нем показывать много разных материалов, видеороликов. Также, как я сказал, если хотите, напишите в комментариях, если вы хотите увидеть обзор этого автомобиля полноценным. Я покажу там все, как он ездит, расход топлива, какие у него навороты. Все как бы красиво в полноценном обзоре. Пишите в комментариях, если, может, какие-то там специальные детали вы хотите увидеть об этом автомобиле. Я вам это все покажу. Так что всего ничего за малым осталось нам собрать миллион подписчиков. В ваших же интересах распространять это видео максимально, чтобы больше людей насобиралось. Чем быстрее мы насобираем миллион, тем быстрее этот автомобиль разыграется, тем более он актуальный будет, не постареет. Надеюсь, это произойдет в ближайшее будущее и автомобиль отправится к счастливому обладателю. Ну, а с вами был Евгений Сулема, компания Автона Заказ. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok